Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы моё отдельное вам здравствуйте! Ну что ж, поговорим о Лёле Быковой. Но перед тем, как перейду к обзору, ребята, из-за того, что я сейчас нерегулярно, непостоянно на Ютубе, обо всём, как всегда, узнаю последнее. Пропал канал «Смех смехом», да, это замечательный канал, юмористичный, классный, весёлый, умный, задорный обзорщицы. Если что-то пошло не так, я поначалу, честно говоря, подумала, что канал снесла Лёлька. Но оказалось, что у Смехуши там какие-то непонятки, недоразумения с Гуглом. Сейчас это всё выясняется, и я надеюсь, что канал всё-таки восстановится, и мы увидим Смехушу на просторах Ютуба. Ну и так, конечно, перейдём к самому обзору. Первое, что меня впечатлило, это, конечно, как всегда, название ролика. За что вы меня ненавидите? Вот думаю, да, насколько у человека больная голова, больная фантазия. Почему-то она считает, что её должны ненавидеть. Но согласитесь, что такое ненависть? Это такое объёмное чувство, да, всепоглощающее, которое сжирает тебя изнутри. Ты поглощён вот этим негативом, выплёскиваешь его на всех, на своё ближайшее окружение, на объект своей ненависти. Причём, как правило, те люди, которые ненавидят, им безразлично. За что ненавидеть? Главное – ненавидеть. Но согласитесь, где ненависть и где Лёлька? Опять-таки, испытывают ненависть, как правило, к человеку, который тебе что-то сделал, да, а где-то в чём-то перешёл дорогу. Ну, по крайней мере, так это выглядит в моём понимании. И опять-таки, все адекватные люди, такие вот чувства, как ненависть, зависть, всегда стараются от себя прогонять, даже не испытывать их, хотя бы для того, чтобы просто не заниматься самоедством. Но Лёля считает, что она такая значимая глобальная единица для каждого из нас, что все именно тем и живут, что ненавидят Лёльку. И согласитесь, ну что такое Лёлька? Ты зашёл на Ютуб, увидел вот это фрик-шоу, посмотрел очередные сопли, вот эти вопли водоплясого, вот эти выдавливания этих слёз для того, чтобы разжалобить хомяков. И всё, посмеялся, поржал, да, какое стадо недалёких людей собрано в одном месте, и какой у них главный предводитель. Посмеялись, постебались с Лёлькиной фантазией, и на этом всё, до свидания. Каждый вернулся к своей жизни. Естественно, человек может высказать свою точку зрения в комментариях, и это тоже абсолютно нормально. Но Лёлька любит, понимаете, вот действительно масштабировать и уверять всех в том, что её действительно ненавидят. Лёля, уймись, кому ты нафиг нужна? Пришли как с какого-то, да, клоуна, поржали, посмеялись и разошлись, и на этом до свидос. И, кстати, повторюсь, я уже неоднократно говорила, что Лёля без хейтеров абсолютно ничто. Вот просто от слова вообще и совсем не будет у неё хейтеров, и её канал просто затухнет. Ну и дальше, конечно же, сам, ребята, ролик. Лёля так страдает, Лёля так плачет, так тяжело всё переносит. Вот-вот, и я бы уже пустила вот эту вот скупую женскую слезу, и даже где-то бы посочувствовала Лёле. Но убедительно девочка играет, за исключением одного но. Вот думаю, да, у тебя трагедия. Тебе плохо, тебе больно, тебе тяжело. Ты берёшь в этот момент камеру в руки и не забываешь фиксировать каждый свой шаг. Но согласитесь, ребята, когда действительно ты за что-то страдаешь и переживаешь, волнуешься, тебе больно от потери неродившегося ребёнка, ты явно не додумаешься схватить руки камеру. Но, как говорит Лёля, на её опыте должны учиться. И, конечно, помимо того, что на её опыте должны учиться, Лёля должна на этом заработать. Ведь, как она каждый раз уверяла, что выдохлась Лёля, нет уже той матери-героини, которая была, которая умудрялась по 10 тачек таскать навоза. Где она его, правда, столько набирала, это осталось за кадром. Лёлька не озвучила. Почему? Потому что у нас было поголовье, да, более 30 голов КРС, но многие из вас знают, свиньи, козы. Ребята, у нас за день не набиралось 10 тачек навоза. Ну, вот реально, как бы ты ни старался его туда даже там, я не знаю, намесить, намесить, но не вылазило 10 тачек. Но у Лёльки, конечно, с-под двух коров ровно 10 тачек и получалось. Походу, её коровы только тем и занимались, что гадили в сараях. А если ещё и учесть, сколько времени они находятся на выпасе, так вообще об этом даже речи быть не может. Максимум полторы тачки в день – это предел, который Лёлька оттуда вытаскивала. Ну, либо для зрителя она его накапливала, чтобы опять-таки масштабировать и показывать, какая она який пчёлка-труженица. Поэтому, да, ребята, в такой ситуации Лёлька выдохлась, Лёлька уже, да, никакая, но снимать не забывает. Следующий момент – вот эти вот жалобы, да, о потере ребёнка. Ребята, я человек очень сочувствующий и жалостливый по своей природе, но понимаю прекрасно, что в первую очередь она виновата сама. Почему? Потому что организм действительно изношен, организм никакой. То есть, да, как сказать, для того, чтобы планировать беременность уже после стольких родов, да, и потерь детей, нужно как минимум было к этому подготовиться. Наблюдаться у врача, соблюдать какие-то рекомендации, какое-то питание, витамины, возможно, пройти какой-то курс лечения. И тогда уже задумываться о ребёнке. Опять-таки, непонятно для меня вот эта трагедия, когда человек, по большому счёту, этого ребёнка даже не хотел. То есть, если бы Лёлька хотела ребёнка, явно бы она не употребляла противозачаточные. И очень грамотно в комментариях люди обратили на это внимание. И это факт. То есть, если ты хочешь беременеть, нахрена тебе противозачаточные препараты, тем более на протяжении 6 месяцев. То есть, Лёля не хотела, но здесь так получилось. И вот она, эта возможность сидеть и ныть, и рассказывать о том, как же она теперь переживает вот это горе и потеря. И, ребята, где переживание, а где Лёля? И где вот это ощущение горе и потери? И опять-таки, весь ролик, вы знаете, у меня было какое-то деживю, какая-то ностальгия, что где-то вот я уже это всё видела. И потом вспомнила, ну, конечно, бестолковая моя башка. Конечно, я это уже видела. Лёляны роды. И здесь, ребята, тот же самый конкретный сценарий. Только здесь человек умудряется заработать на собственной трагедии. А как же? Вот раньше, как сказала сама Лёлька, полгода она не могла людям рассказать о том, что она потеряла ребёнка. Но здесь и сейчас это уже новая Лёля, перерождённая Лёля, промытая толпой психологов и Машкой Козлодоевой. Вот и она вся на ладони, поэтому сразу идёт со своими бедами именно к зрителям. Оказывается, беду-то нужно монетизировать. На этом-то надо собрать бабла. Поэтому, конечно, Лёля сразу со своей потерей идёт для того, чтобы в первую очередь оживить канал, в вторую очередь, конечно же, заработать денег. Такой сценарий пропадает. Поэтому здесь Лёлька никакие полгода ждать не намерена. И при этом сама же говорит, что легче ей не стало. Ребята, ну как может быть легче? Ну, одно дело, когда ты выговорил, проговорил свою боль, своё какое-то страдание своим близким людям, которых ты знаешь, которые тебя поддержат. Тебе важно, возможно, их внимание, забота какая-то, может быть, даже сочувствие. Вот хочется тебе этого. И совсем другое, прийти это вывалить на YouTube, там где, ну понятно, кто-то там тебе посочувствует, кто-то просто там отметится в комментариях, что типа держись, а остальным в принципе пофиг. Ну, это то же самое, что, я не знаю, выйди на стадион и рассказывай людям о своих проблемах, с которыми ты столкнулся. Люди тебе что скажут? Нахрена нам твои проблемы? У нас своих за гланда, да, за глаза. То есть, нафига нам окунаться в твоё говнище? Но здесь, ребята, Лёлька, да, именно настроилась, хотя ничего от этого не испытала, никакой поддержки, ничего, но сразу всем всё вывалила. Ну, и дальше началось, опять её начинает накрывать. Правда, Лёлька не уточнила, отчего же её накрывает или кроет, но накрыла не по-детски. И тут же рассказывает, я не могу ничего говорить. Меня готовят к операции, но и при этом Лёля говорит. Эх, Лёля, ты уж определись, то можешь ты говорить, то не можешь ты говорить. И, конечно, ребята, вот я всегда смотрю, какие она корчит рожи после наркозов. Это шедеврально. Это просто шедевр. Мне интересно, сколько она стояла перед камерой. И вот реально гримасничала, что вот эти выражения лица, вот этот взгляд, вот этот вот открытый этот рот, вы знаете, она мне напоминает какого-то гумплена или гоблина, у которого вот этот открытый рот и язык вываливается. Мне так хотелось сказать, Лёля, прикрой рот. Вот когда я вижу человека с открытым ртом, у меня ощущение, что у него нехватка интеллекта, какого-то разума. Но, знаете, вот существо неразумное. И вот в этот момент мне Лёля очень чётко напоминает. Она не похожа на человека в человеческом обличии. Она похожа на какое-то нечто недоразумения, которое открыло рот. И только благодаря открытому рту она считает, что она как-то убедительна. И вот так вот действительно важно в этот момент выглядит. Ну и понеслось. Меня всё трусит. Мне плохо. Мне тяжко. Да, ребята. Её трусит. Ей плохо. Ей тяжко. Но два дня съёмка продолжается непрерывно. А как же? Вот мне плохо. Меня трусит. Мне тяжко. Я отхожу от наркоза. Но не забывай взять телефон в камеру, в руки, снять момент капельницы. Конечно, снять, как меня привезли после операции. Где-то там поковыряться пальцами между ног. Поднять руку вверх и посмотреть, что пальчики это чистые. Пощупать. В общем, всё нормально, как и должно быть. Кстати, по поводу того, что у неё замер плод. Ребята, мне прилетели комментарии. Я не буду утверждать. Проверить мне это некогда. То есть, как хотите, так и воспринимайте. По поводу того, что нет у лёльки никакой потери. Шёл разговор о том, что у лёльки плановая операция по удалению кисты. Но это, по крайней мере, так, как мне написали в комментариях. Я не знаю, правда или неправда. Но за что купила, за то, так сказать, и продаю. Выводы уже делайте сами. И вот эти вот, ребята, знаете, поражают меня вот эти горести. Вот эти страдания. И, конечно, каждый свой взгляд, каждый момент нужно зафиксировать. Чтобы все видели, через какие круги ада проходит Лёля. Ну и опять-таки, Лёлька переживает за то, что некоторые зрители не понимают, почему же она в такой ситуации сразу хватает камеру в руки и начинает снимать. И, ребята, это не для одной адекватной мамы. Будет непонятно, как в этот момент можно схватить камеру и снимать. Но, опять-таки, где адекватные нормальные мамы и где Лёля Быкова. Ну и дальше началось. Это моя вторая потеря в жизни. Ребёнка. Ребята, ложь, звездёж и провокация. Буквально около года назад сам Женёк в одном из стримов, который он, кстати, как всегда любит удалять, признался, что Лёля имела два выкидыша, два погибших ребёнка, да, ну, замерзших ребёнка. Два плода замерзших, будем говорить так. Поэтому он ещё тогда удивлялся, почему же Лёля о первой потере предпочитает забыть и не упоминать, и не выносить это на YouTube. Ну а второй, вторую потерю мусолит и мусолит, и на этом, конечно же, зарабатывает. И здесь хочется отметить, Лёлька, поправочка, не вторая у тебя потеря, да, ребёнка, а третья, третья потеря. Твой организм уже вопит о том, что он и ждён, вымотан, я не знаю, истощён, и уже в конце концов угомонись и уймись ты с этими детьми. Но так как Лёлька живёт по принципу каждому мужу или сожителю по ребёнку, теперь, конечно же, необходимо родить Саши. И не просто родить, а чем больше, тем и лучше. Лёлька предпочитает брать не качеством, а именно количеством. Вот тоже расплодиться так, размножить, как с Женьком, и будет Сашку счастье. Ну и понеслось по поводу того, что люди, ребята, тоже разные бывают. Кто-то молча, да, переживает своё горе, а кто-то более бурно. И вот интересно, в Лёленом понимании более бурно, это как оповестить весь Ютуб, что у тебя происходит. И вообще, Лёля, пора уже Ютуб, да, оповестить о своей интимной жизни. Пора оповестить о том, какие у тебя критические дни и как и когда они проходят. Показать, как ты зубы чистишь. Ну почему нет, во все тяжкие уже, если пуститься, то пуститься. Но кто-то же тихо переживает, а кто-то бурно. И вот здесь Лёлька себя и оправдала. Она-то, ребята, горе бурно переживает. И причём это же уже не одно горе за всю бытность Ютуба. Вы вспомните, сколько горестей с Лёлькой уже пережито. Ну и в конце Лёля рассказала. Всё, наконец-то, закончилось, но я ещё слаба. Думаю, что завтра мне станет лучше. Меня очень сильно шатает. Лёля, тебя шатает последние, наверное, лет пять. Вот действительно шатает, только непонятно, куда тебя штормит. Ну вот со стороны в сторону действительно её кидает. И непонятно, где золотая середина. По поводу того, что станет легче, конечно, станет Лёлька опять ломанётся в бой. Ведь она такая женщина, что могёт просто всё. Ну и, конечно, рассказала, что сейчас, ребята, она мама-мама. Она общается постоянно с детьми, особенно со старшими. Постоянно на связи и на телефоне. И уже пора было бы задуматься всё-таки о своём здоровье и понимать, что на тебе такая ответственность, такое количество детей. Уже хоррест, топе, не знаю, может быть, трубы перевязать, спираль ставить. И просто не допускать беременности. Потому что неизвестно, да, исход любой следующей беременности и родов, что с тобой может приключиться. И если что-то с тобой произойдёт, да, что будет всё-таки с твоими детьми. Нужно думать всё-таки своей кэбой, да, вот как-то иногда применять серое вещество по назначению и хотя бы задумываться о собственных детях, что их будет ждать, если с тобой что-то произойдёт. Ну, вот такой вот, ребята, получился обзор. Конечно же, продолжение следует. Ну, а пока со всеми прощаюсь. До новых встреч!